вы стримите вообще что-то да не я очень редко на стримах почему потому что не любят меня демократия демократия меня всячески ограничивает в правде понимаю причем может у вас какие-то интересные топики есть которые мы же есть у меня куча интересных топиков давайте давайте топик зачем давайте поговорим о чем-нибудь интересным может вы прозрели за это время нет прозрение не пришло там и с вами когда последний раз как-то говорили типа то знаю что я понял что мы с вами не согласны конечно не согласна я я это знал самого начала как бы я был с вами согласен просто вы тупо со мной были не согласны они не очень понимаю почему честно говоря учитывая что как бы я вам приводил факты типа вы просто говорили нет и все ну ну факты у вас основанные на мнение а не на факты не ну почему ну к примеру когда вы говорили страны нападают на соседей потому что они нападают я привел к примеру францию британию с колониями типа на колонии типа на кого они нападают но не логично нападали на колонии но колонии на них нападали лишь в этом плане колонии на них тоже нападали когда когда они пытались корица отвоевать свою независимость ну да ну да но это же типа мы тогда про другое говорить ну да просто я пытался вас говорится свести мы как бы даже понимаем друг друга что есть конкретная конкуренция стран как и конкуренция в бизнесе и одни решают свои проблемы именно только силой другой другие решают проблему выпустим там качеством или там маркетингом грубо говоря да или и тем и но зачастую к сожалению пиратство тоже так или так дальше она более эффективно чем там че кого-то уговаривать и так дальше поэтому я говорю мы в общем-то вокруг одного и того же только почему-то у вас просто ну свой опыт жизни у меня побольше только и всего это что сейчас в украине мне больше всего допустим вот чего мне непонятно что люди вот когда вот они там обвиняют там путина там это никто на самом деле не обвиняет настоящих людей вот чем не больше всего поражает настоящих настоящих кого надо обвинять понимаете ведь есть вот когда основываясь на том что мы говорим что есть конкуренции стран и кто-то должен допустим там противостоять влиянию или еще чего-нибудь это же основана на то что видать кто-то хотела борзануть на маркете или еще чего-нибудь ну а как поступать с борзыми людьми так я по крайней мере свое время водку вы имел клуб на набережной и если кто-то борзел сильно то кто-то да абсолютно нормальный здравомыслящий кажется человек ну выступал вперед и допустим давал человеку по морде чтобы тот не борзел вот примерно так же сейчас получилось с украиной ну я образно сказал надеюсь вы меня поняли и украина то кстати сама по себе не стала бы борзеть и никогда в жизни бы такого не было если бы ее кто-то не поеду под и начал борзеть но я образно говорю хотя в общем то тоже по сути да понимаешь но это же нормальное явление когда дяденька подходит к песочнице да и начинает как говорится вот эти конфетку дам и диван кине в него совочком а вот тебе дам две конфетки кинь в него в ведерком и так дальше ага и кто-то криться в какой-нибудь маленький мальчик или девочка может сказать денег и ты чё дурак я тут играюсь с ними уже много говорится дней и мне все нравится иди нахрен отсюда а кто-то скажет конечно конфетка давай к войду сейчас кину нахрен вот извини меня я опять-таки образно сказал но это вот относится примерно вот к той ситуации которая сейчас между украиной россии но нет но я не очень соглашусь но как-то спорить с вами вы смотрите вы говорите что типа украина начала борзеть тебя хорошо давайте давайте и тогда размусеваем не краю что вышел верик хорошо произведите извините пожалуйста извините давайте если уж такое начали говорить правительство украины начало борзеть украина сама нет и люди никогда в жизни бы не сделали то что они сейчас сделали на помин� окстана это правительство я понимаю ты а я имею ввиду просто как как это проявлялось просто – Это вопрос? – Ну да. – Как? Этот самый, как его? Москаляку на геляку. Кто не скачет, тот москаль. Это разве не проявлялось? Нахрен русский язык, на котором говорили наши родители и тому подобное. А самое главное… Подождите, а самое главное – это, естественно, отказаться от тех праздников, которые нас объединяли. И самый главный праздник, самый главный праздник наших всех республик 15 республик Советского Союза и даже бывших социалистических стран, как говорится, Советского Союза. Это День Победы, 9 мая. Он всегда праздновался. Я сам служил по полевой почте. Я помню, как это было в тех странах. Понимаешь? И это все, это то, что нас всегда связывало и ни в коем случае не должно было разъединить. И, честно говоря, даже когда Майдан запрыгал и когда вот там что-то случилось, я думаю, ну День Победы-то, блин, нафиг не тронут, это же как бы святое. Нет, нашлись все равно какие-то чухонские такие понятия, что типа георгиевская ленточка значит это плохо, потому что те в георгиевских ленточках были, они там, значит, как опознавательный знак цепляли. Ну и Власов их использовал, и что? Ну и, блин, нафиг их много кто использовал, и что? Прикинь, они даже в ботинках были, в штанах, но запретили именно георгиевскую ленточку, потому что это больше было относилось к России. То есть все то, что как бы нас должно было объединять, советские символику, то есть символика, с которой победили люди в Великой Отечественной войне, понимаешь, была в Украине отменена, в смысле не была, отменена, ведь это так, и красные маки поперли. 9 мая у нас все равно праздник, мы с красными маками выходим. Твою мать, с какими нахер маками? Ну, давай посмотри-то кинохронику, молодой человек или не молодой. Больше всего меня убивают, моего возраста люди, которые как будто, знаешь, им подошли, не знаю, там пылесосом высосали все мозги, через ухо или через что, я не знаю. Где, в какой кинохронике кто-то с маками ходит? Кто бежал в Берлин освобождать с маками? Какого хрена, блин? Ну, вообще, это ж надо было взять, вообще, это же идиотизм. Я не помню, почему его там приделали, тоже, честно говоря, но, типа, да. Ну, если по порядку, в принципе, вот москаляку на еляку, да, это еще было даже до этого, ну, до событий 14-го года. Ну, это была полушутка всегда, я-то помню. Не, не, это не была шутка. Да ладно, я в армии даже с этим сталкивался. Ну, мы все с этого ржали. И хохлами кого-то называли, и еще чуть-чуть. Да, да, такое было. А что, русский жопаузский никто не называл, что ли, русских? Называли, блин. Ну, и что? Ну, это было все-таки в каких-то пределах. Ты даже посмотри фильм «Брат-2». Ты когда тут говоришь, что, Бандеровец? Так Бандеровец обиделся, что его Бандеровцам-то назвали. Ну, типа... Ну, вот. Вообще странно. А потом? У нас Бандеровцы, типа, это более нормально как-то воспринимается. Ну, ладно. Типа-да. Не, ну, раньше, типа, тоже. Да прекратите, молодой человек. Так я попрошу, подождите. Я-то помню так, как... Давайте дальше просто я продолжу. Ну, давайте, да. Я просто не останавливаться на самом первом вопросе. Второе. Извините. Ущемление русского... Ущемление русского. У нас никогда не было ущемления русского, честно говоря. Его даже до сих пор не ущемляют вообще ни капли. Ну, разве что вот из-за войны у нас все начали... Люди, но не закон, относиться уже плохо к русскому языку, типа, более... Ну, понятно, по каким причинам, в принципе, напали. А до этого ни одного ущемления не было. То есть... Я знаю, русские часто ссылаются на то, что был языковой закон какой-то, типа, у нас, да? Ну, который я знаю. И языковой закон, как бы, он не ущемлял русский язык. Он просто давал, типа, чуть-чуть больше, типа, украинского, типа, и все. Ну, так точно так же все на русском общались, и все точно так же было. Потом... Ну, то есть, типа, никто не ущемлял ни русскоязычных и так далее. То есть все нормально к этому относились. Третье. Если брать парады победы и советскую символику. Ну, советскую символику мы убирали из-за того, что просто... Ну, в Украине Советский Союз, типа, плохо сказался, типа, сам по себе, как политический строй, такими явлениями, как Голодомор, например, такими явлениями, как... Ну, типа, в принципе, просто Советский Союз это было говно, типа, само по себе. Это самое говняное, типа, время всех государств, которые были... Нет, это всеобщий факт. Потому что Советский Союз как развалился... Всеобщий факт. Да, жил в нищете, по факту, типа... Развалился, да? В последний год. Ну, да. То есть он развалился, типа, от того, что у него экономика говно полная, просто не выдержал строй. Вам виднее, конечно. Ваши-то 7 лет. Ну, да. Ну, так а при чем здесь виднее? Это ж, типа... Почитайте просто, типа, ну, как работал Советский Союз. Почитайте. Молодой человек, я жил в нем, в отличие от вас. Ну, ладно. Когда Советский Союз импортировал зерно, типа, и над ним смеялся, типа, весь Запад, типа, из-за того, что страна колхоза импортировала зерно. Да, например. Типа, когда людям не было нечего жрать, типа, по факту. И были голодоморы там, типа, в Украине, в Казахстане. Как же ты выросла? А родители твои еще остались живые. Жрать-то нечего было. Ну, да. Да. Но умерло много людей, типа, миллионы на самом деле. То есть, типа, это же не только. Это вообще во всем Советском Союзе. И, ну, по крайним территориям, там, типа, эти, ну, которые на границах были. Плюс, типа, Советский Союз, типа, ну, ограничения мышления, пропаганда жесткая, типа, ну, вообще, сталинские чистки. Поможешь подробнее здесь насчет пропаганды? Пропаганда? Ну, то, что, типа, закрытая информация была про то, что всем говорили, что все хорошо, закрывали мусорки, например, типа, богатым, типа, чтобы бедные не могли в них ковыряться, типа, ну, то есть, типа, самый стандарт. Да, типа... О, нет, ну, расскажи, я ж, ну, да, интересно, ага. Да, вы знали, что, типа, мусор, типа, в районах, типа, там, где жили депутаты, охраняли полицейские, чтобы, типа, не могли люди видеть, типа, как жрут депутаты. А вы почитаете, да? Я почитаю, конечно. Ну, это ж, типа, легко, это вам только загуглить, как бы, типа, охраняемые мусорки в Советском Союзе, все, типа, ну, то есть, типа, два слова загуглили и посмотрели. Окей. Так. Хорошо. Очень правильно, так. Плюс, типа, начали мы избавляться от советской символики после 14-го года, потому что, ну, в принципе, ничего общего, типа, с Советским Союзом больше иметь не хотелось, как и с Россией, которая на нас напала, поэтому, типа... А в 14-м, куда она напала? В смысле, на Донбасс. А, кто? Что там, танки появились из воздуха, по-вашему, типа, или что? Ну, типа, да, там просто войска появились, типа, из ниоткуда, танки, типа, были до этого, типа, в Днепре, короче, типа, и просто там вообще, вот, просто сама гражданная... Я понял, да? Я вас понял, да? Это ж мы сами на свою территорию взяли и напали, да? Ну, да. Стрелять же по своим людям, это ж, конечно. Ну, вот, стрелять по своим людям, да, вот, нам нечего было делать, просто взяли армию, направили, пострелять по своим людям. Ну, что, разве нет? 9 мая Мариуполь, набери 2014 года. Скажи мне... По-вашему, когда защищался, типа, от всего, и когда до этого коллаборанты были, типа, которые сами признавали в интернете? Ну, ладно... А посмотрите, посмотрите, опять же, в интернете можете загуглить. Я забыл фамилию, честно говоря, но чувак сам признался в интервью, который, типа, был одним из... Ну, не лидеров, типа, но одним из, короче, военных российских. Не помню, как его звали. Но может, и стрелков, типа, честно говоря. Стрелков позже появился, ну ладно, дальше. Ну, я говорю, может, и стрелков. Ну, вроде нет, типа. ну короче типа говорил да я там был до этого мы уже готовили все организовывали ну ты сами признали то есть как бы россия восемь лет не признавала а потом бац и признала но наш сама признала последствия это поэтому но вы можете загуглить ваша страна грана ну такая же как бы не прошел вас типа что-то сделать вы загуглите новости россии типа как бы теперь и так далее это же уже все открытые факты более-менее гадский суд ну короче типа вот как пример того что ну вот то что россия восемь лет доказывала например типа что это мы сбили боинг короче который летел агахский суда же на понял хорошо давай но боинг типа да но когда это один из примеров типа когда гадский суд доказал типа что россия типа пиздобова типа например ну то есть и да все это знают даже в россии это знаю ну то есть танки из воздуха не берутся давайте как бы значимые факты смотреть типа но в принципе это вроде все что вы называли или что-то упустил все да не просто сказал вам или молодцы а чё промыли но скажите я был неправ начиная с боинга с боинга почему я был неправ зачем как россии сбивать боинг ну гадский суд доказал что это сделала россия доказал доказал чем там скажите каким образом значит получается сбивают боинг да на территории украины обвиняют в этом россию а россию не допускают к расследованию это это очень справедливый суд самый справедливый суд в мире то же самое как с потоками северными взорвали и типа не вы хоть и вы и строили это ваша а расследовать будем мы и вам фиг значит никаких этих самых как говорится даже возможностей присутствовать на этом расследовании очень справедливый сам поток на и знал и четкий международный суд массы я вообще думал что российский поток подрывала украину честно говоря ну в теории типа могла но вряд ли это россия потому что и просто это не очень выгодно типа ну хотели немцы понял чуть-чуть все таки логично ну вообще все что я говорю логично типа это все что вы говорите это просто типа опять отмазки типа такие 7 лет но вы видите же просто опять вот у вас аргументация да тебе 7 лет то что там гуглить типа то что же там смотреть типа но это типа это ж не аргумент а давайте вы на ю тубе наберете мариуполь 2014 год 9 мая как расстреливали ваши военные гражданских людей не этот самый как только не набирайте документальный фильм а посмотрите именно хронику то есть чтобы это было именно выложенный ролик 2014 года где вот именно гражданские люди выкладывают как говорится видео где ваши танкетки с вашими флагами скачут и прыгают и стреляют по людям и которые потом заметьте сожгли полицейских прямо там в мариуполе расстреляли и уничтожили полицейский участок кто такие как называются люди или вооруженные силы которые приезжают в город и уничтожают полицейский участок скажите мне пожалуйста название этим этим подразделением или этим людям как они называются в украине я вас не слышу я вас читал я читал я вас не слышу еще раз повторю как называется люди которые приезжают в город военные и уничтожают мало того что стреляет по гражданским а во вторых этот самый уничтожают полностью и убивают всех полицейских которые естественно полицейские этого города полностью уничтожает полицейский участок как такие подразделения и люди называются читаю с википедии эпизод войны на востоке украины вы бы еще вы бы сразу бы открыли укра новости а я же вас послал чтобы вас не чтобы вам не врали чтобы вам не врали чтобы не мне чтобы не мое слово было а послал к первоисточнику то есть зайдите в youtube и посмотрите именно ролики 2014 года не 16 не 17 переиначенные новости украинские а вот просто посмотрите видео видео где показано для люди выложили да их надо будет полистать их там тяжело теперь найти кстати вот где четко показано понимаете где люди вот просто человек снимает что происходит посмотрите найдите это сделайте для себя любой вывод почему вы этого не хотите сделать почему не делаю я делаю сделайте давайте посмотрим посмотрите я дальше а вы дадут военность посмотрите можно ожидать у вас я посмотрю у меня еще один к вам кстати тезис я забыл сказать по поводу парада 9 мая вы знали что в советском союзе он всего четыре раза проводился да ладно а вы загуглить вы знали что в советском союзе да у вас расширяется и блин нафиг дофига 90-го года такая википедия рос-рос каждый год смотрел думаю как вы могли его видеть если он не проходил до 90 вот в начале 91 года он начал проходить потом каждый год но или 93 где-то так в 90 до этого четыре раза зависит если вы мне докажет если вы мне закажет докажете сейчас обратное типа то я с вами соглашусь но вам надо будет загуглить даже любой источник не надо загугли зайди в youtube не надо даже и не было тогда блин за фиг никто заговорится это за каждый год посмотрите мне пара дубе премьер про не монтировал ничего там четкие кадры блин понимаешь любой год набирай вот просто любой понимаете вы увидите честно сказать на самом деле тебя получается подождите 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 у меня просто очень важное заявление вы просто тупой человек один из русских типа комментарии потом почитаешь под этим роликом ну так 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 так